всем привет и снимаю для вас новый влог впервые наверное за месяц даже больше потому что весь сентябрь я училась сейчас у нас каникулы ну а каникулах потом я расскажу вот а сейчас я просто расскажу как проходит мой вечер в общем я испекла пиццу она у меня уже просто не лезет я съела я разрезала ее на 6 кусков и съела 4 я уже просто не могу есть я думаю на завтра оставить на утро чай попить вот а так очень вкусная вкусная но я уже не могу ее есть вот у меня сегодня идеальная чистота в комнате я здесь сделаю перестановку все что здесь было я убрала вот сюда поставила здесь сухоцветы вот так и вот такие был букет вообще на мой день рождения но прошло уже два месяца и в общем я здесь все убрала все почистила в эту вазу насыпла бисер красивенько взяла бантик и поставила вот все что осталось от сухоцветов вот так вот красота и также у меня здесь тоже перестановочка есть небольшая я поставила свой цветок бросила его листиками синими они правда крошатся сильно поэтому их лучше вообще не трогать вот я думаю чуть поделать потому что мне вечер свободный вот так вот чем пошарилась я у себя в шкафчике и нашла полимерную глину точнее все что от нее осталось и думаю может быть сейчас чуть полетить раз мне скучно вот посмотрите у меня какие цвета остались и что вообще из этого можно сделать в общем я леплю всегда на файлике под низ коду книгу чтобы удобнее в данном случае я решила потому что потому что я не хочу пачкать руки нет но я не всегда люблю в перчатках я вам вру но что-то сегодня у меня настояние чтобы лепить перчатках потому что я не хочу ничего снимать кольца часы и потом руки мыть от них вот я решила сейчас подумаем как полепить мини реборно мои куклы лежат спокойно покупать их никто не хочет конечно мне на авито пишут всякие люди интересуются но покупать их никто не покупает меня это больше всего раздражает конечно за все время я не продала ни одну куклу ну ладно я не знаю буду ли я смешивать делать телесный потому что просто я же потом буду все таки раскрашивать акварелью и есть ли смысл смешивать делать телесный цвет вот самую дешевую купила она правда ужасного количества но это на игрушку не влияет также что я хотела сказать а стеки у меня самоделки это вот такой вот стек это такая штучка от ручки вот от колпачка вот такая штучка и я для нее сделала ручку из моделирующей массы у меня там была как-то дело было потом вот такая вот штучка маникюрная я даже не знаю что ей делают на ногтях не знаю может кутикулы убирают но ей очень удобно пользуются я думаю многие девочки которые лепят полимерной глины ей пользуются и также зубочистка а ну еще иголка самая простая вот она самая простая иголка я думаю она есть у всех потому что у всех рвется одежда и всем надо ее заштопать вот и все а также у меня есть заготовки на сережки ну в смысле именно сама сами вот эти вот штучки но сережки я еще сами не сделала я хочу сделать новогодние сережки все мне никак руки не дают может быть я сегодня их и сделаю как раз таки вот так что сейчас будем в общем вот слепила голову мне она что-то не очень нравится не знаю как вам но перелепить я ее не хочу вот время 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 без доски пятидесять алира сидит лепит да вот так вот это ужасно это я лепила месяц назад хотелось лепить парня но в итоге он получился какой-то стрёмный я его так и не долепила у меня просто валяется весь в пыли абсолютно весь на камере не видно он весь пыльный просто я даже не знаю как его запекать мне кажется я не буду его запекать смотрите глина почернела от этого от фольги наверно из-за того что не запечена ну смотрите нифига короче не держите глину с фольгой рядом когда вы ее не запекли иначе будет вот такая вот ерунда да короче не знаю хватит ли мне глины потому что я сейчас леплю полностью с белой и то на свой страх и риск потому что эта белая глина плохая как я там говорила по моему в других видео то что она трескается но я буду надеяться что она не потрескается в этот раз вот и кстати сережки я сделала но я честно мне не нравится как я их сделала просто такие знаете простые елочки с шариками и такими желтенькими наверху не знаю но я их запеку конечно потому что у меня если что зеленая глина еще есть я их буду запекать отдельно от фурнитуры для сережек а потом когда они уже запекутся я их буду приклеивать либо я посмотрю буду я их приклеивать или нет короче сейчас буду лепить руки это ноги будут вот а шарниры я буду делать другого цвета потому что у меня там просто глины не хватит на шарниры еще вы посмотрите на эту морду я ей специально постелила вот это полотенце потому что она линяет и ее шерсть на всем моем диване я ей специально ее полотенце это постелила чтобы она лежала на нем ну что вы думаете она лежит на диване да посмотрите как она сладко спит вот она вот лежит тут вонючка эта серая да ой мне бы так жить а закончила первую ногу мне осталось еще одну ножку сделать и все не знаю может быть сегодня запеку так ну личико я вам показывала ручки сделала я еще шарнирчики не делала только ну только сами детальки ой что-то плохо видно ну-ка со вспышкой тоже плохо видно ну я даже не знаю как показать в общем одна такая ручка вторая вот такая полусогнутая как плохо видно то а и ноженка ноженка мне очень нравится вот такая вот маленькая и сейчас попытаюсь сделать точно такую же вторую ну там соски бутылочки еще и наверное все и не знаю скорее всего я запеку сегодня да наверное скорее всего в общем все я все сделала шарниры вот у меня из коричневой глины шарниры все сделаны бутылочка вот такая решила сделать зеленым цветом бутылочка сосочка и погремушка зайчик решила сильно не заморачиваться там что-то вылепливать сидеть так просто все простенько сделала и все сосочки еще раз повторяюсь у меня на зубочистках к сожалению я не делаю на магнитах вот не знаю мне проще на зубочистках конечно магнитики это наверное попрактичнее и удобнее но вот такая вот у меня особенность выполнение куколок вот сколько у меня еще оказывается осталось белой глины то есть даже очень я экономно все делала ручки такой малыш или малышка я не знаю напишите в комментариях на кого больше похож на мальчика или на девочку вот может быть я сегодня его доделаю полностью в смысле сейчас я пойду его запекать а туловище шить не знаю может быть сегодня сошью потому что время у нас 11 часов уже вот так что я не знаю буду я сидеть сегодня до поздно или все таки пойду спать сейчас надо будет разгружать полностью духовку для того чтобы засунуть туда вот это руки очень сильно спрели в перчатках до сих пор не могу привыкнуть вот засекаем время полчаса и 5 минут на разогрев ой 25 минут и 5 минут на разогрев полчаса в общем получается это мне надо будет достать в у меня уже голова не работает поздно это значит мне надо достать в 11 40 вот только только включила сейчас она нагревается вот сейчас у нас каникулярная неделя в школе мы учимся по триместрам ну раньше учились по четвертям как и все школы в принципе но у нас уже второй год в школе триместры включили почти во всех школах нашего города и это гораздо удобнее потому что каникул больше а учимся мы по дням столько же я не знаю как это получается каким волшебным образом но то есть мы все успеваем проходим всю программу которая назначена на весь год то есть у нас каникулы два раза осенью и два раза весной все остальное точно так же как и по четвертям вот сейчас у нас прошли первые каникулы то есть с первого сентября пять недель мы учимся потом одна неделя каникулы потом еще раз пять недель учимся потом неделя каникулы потом пять недель учимся и уже новогодние каникулы будут потом после нового года мы учимся пять недель или шесть там вот последние вот там что-то у нас не по 5 будет неделя, а по 6, по 7. Последний модуль у нас будет 7 недель. Ну, в принципе, как и четверть и четверть последняя, тоже самое длинное. Вот. Сейчас у меня уже каникулярная неделя заканчивается, потому что сегодня суббота, завтра воскресенье, я ничего еще даже не делала, никакие уроки. Вот. Надо будет все учить, потому что у нас сейчас начнутся всякие сдачи, всякие контрольные и тому подобное. И в понедельник и четверг я хожу в институт, занимаюсь группами у нас набираются 9 классы, 7, 8, 9, 10, 11 классы для подготовки к экзаменам. Вот. Я уже ходила 3 недели, то есть у меня понедельник химия, четверг биология. Кто не знает, я хожу в медицинский институт подготавливаюсь, то есть там достаточно хорошо подготавливают, мы разбираем какой-то материал, а потом прорешиваем задания из экзаменов. Ну и также дополнительно дома занимаюсь сама. Еще с прошлого года изучаю химию и биологию, так как у нас учителя не было в школе. Вот. Я занималась дома. Вот так вот. Габрина подошла. Вообще, по идее, еще 5 минут, но за эти 5 минут будет остывать. Вот. Я боялась, чтобы она не потрескалась. Я еще не знаю, потрескана она или нет. Не видно здесь. Я сделала не на 130, а на 110 градусов. Вот. Ну и время чуть-чуть поменьше, буквально там несколько минут. Вот. Думаю, надеюсь точнее, что она не потрескалась. Сейчас проверим. В общем, есть все-таки небольшие трески. Ну, я не знаю, видно вам или нет. Чуть-чуть совсем, то есть не так много. Либо это я просто не вижу. Ну, как бы, мне кажется, не критично. А, ну вот здесь вот прям много. Прям многовато, я бы сказала. Вот с той стороны, где лежала ближе, типа, к фольге, вот там больше потрескана. Да. Закономерность, видимо, такая. Надо было другой стороны ложить. Хотя, чтобы изменилось. Ну, аксессорам это не повредило. В принципе. А нет, повредило. Есть чуток. Я говорю, глина какая-то попалась не очень. И она полупрозрачная становится, когда запекается. Ну, малыша-балбуза из-за горит. Месяц, точнее, тресканный. Вот здесь, кстати, фольгу я не чаю. Я сама, когда лепила, здесь оставалась фольга. Так что на это не обращайте внимания. Да, не такого результата, конечно, я ожидала. Не, ну хотя я ожидала всякое. Ну, что ж поделать уже. Все, поздно. Да и чтобы я изменила. У меня другой глины нет. Я буду, наверное, с вами прощаться, потому что уже поздно. Я устала. Уже готовую куклу я вам покажу в следующем видео. Либо это будет шорт, либо это будет короткое видео прямо на YouTube. Вот, я подумаю над этим. Вот так вот. И что? Время вам говорить. Всем пока. Подпишитесь на мой канал. Поставьте лайки. Можете написать комментарий. Вот, подпишитесь на мой телеграм-канал. Там много всего интересного. Сейчас я в него реже что-то выкладываю, потому что, еще раз повторюсь, что я учусь. Все учатся. Вот, времени мало. Но иногда, то есть, все равно я туда что-нибудь выкладываю. Так что подпишитесь. Там все есть ссылочки на Авида, если вы хотите купить мне куколку. Доставка у меня через ДЭК в любую точку России. То есть, ну, там, где есть ДЭК. Потому что почтой я боюсь отправлять, честно. Так что ставь лайк, подпишись на канал и нажми на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока.